Астероид 2012 DA14 прошёл на расстоянии в 14 раз ближе Луны. В 2029-м к Земле приблизится объект в 26 миллионов тонн. Астероид Апофис по расчётам астрономов пройдёт мимо Земли на расстоянии примерно в 30 тысяч километров. Но кто может гарантировать, что за 16 лет траектория движения астероида не изменится? О том, что может произойти с Землёй в случае столкновения, можно судить, взглянув на соседнюю планету Марс. Это был самый страшный день в истории Солнечной системы. Средь бела дня в небе прекрасной голубой планеты появилось второе Солнце. С каждой минутой оно становилось ярче. От жуткого грохота звери прятались в норы, а обитатели океана уходили на дно. Спустя час огромный раскалённый астероид врезался в южное полушарие планеты. На Марсе практически ничего не осталось. Ясно, что Марс мог выглядеть совсем по-другому, имею в виду, что это планета, безусловно, земной группы. И теоретически там могла быть и даже и жизнь, и развитая жизнь, и всё прочее. На соседней планете и её орбите побывало около десятка земных космических аппаратов. Каждый последующий лишь подтверждал давнюю догадку учёных. Когда-то Земля и Марс были похожи как близнецы. Вот это карта поверхности Марса. И вот вы видите большую синюю область справа внизу. Эта область называется Эллада. И это гигантский ударный кратер, который является прямым наблюдательным фактом, подтверждающим гигантское столкновение Марса с очень большим небесным телом. И это столкновение было глобальной катастрофой, которую испытал Марс. И после такой глобальной катастрофы он, вероятно, потерял магнитное поле. Потеря магнитного поля означает, не будем входить в подробности, но с очень большой вероятностью потерю толстой атмосферы. Потеря толстой атмосферы меняет свойства поверхности. В начале 21 века в лаборатории космического гамма-излучения под руководством Игоря Митрофанова был создан уникальный прибор. Да, хорошо. Хорошо. Как сказать. Нейтронный детектор Хэнд может однозначно ответить, есть ли на Марсе вода. В специальном защищенном контейнере прибор был доставлен в США и установлен на марсианском автоматическом корабле НАСА «Марс-Одиссей». 24 октября 2001 года космический аппарат благополучно достиг орбиты Марса. Очень похоже на то, как это происходит, скажем, во время флюорографии. Мы видим по излучению нейтронов такое большое содержание воды, которое в пересчёте на массовую долю составляло десятки процентов. То есть это не то, что несколько процентов водички в сухом грунте, а это просто сам грунт по себе представляет собой скорее грязный лёд. Вода – это жизнь. Учёные всерьёз полагают, что под толщей ледяного панциря Марса она могла сохраниться и после катастрофы. По некоторым геологическим признакам, жизнь эта более древняя, чем на Земле. Потому что мощность земной коры составляет максимум примерно 75 километров. На Марсе мощность коры континентальной около 100 километров. То есть это говорит о том, что история Марса продолжалась примерно на миллиард лет больше, чем история Земли. Пока заглянуть глубоко внутрь планеты никому не удалось. Учёные спорят, можно ли подходить к Марсу с нашими земными критериями. Искать там те же формы жизни, что и на Земле. Ответ даёт цвет планеты. Красной её поверхность делает встречающийся на Земле минерал Магемит. На нашей планете его можно обнаружить в местах древних космических катастроф. Например, в кратере «Метеор» в Аризоне и в Попегайском кратере в Якутии. Кора выветривания на Земле создаёт тоже красные породы. И типичным представителем таких красных пород являются вот, например, бокситы. Типичные красные породы, которые глинозём смешан с оксидами железа. И с гидроксидами железа. Но оксиды не могли возникнуть без кислорода. Сегодня доподлинно известно, ни на ранней Земле, ни на Марсе изначально этого газа не было. На Земле кислородная атмосфера появилась только благодаря появлению жизни. Считается, что кислород на Земле появился в результате деятельности первичных одноклеточных водорослей, зелёных. Которые на планете Земля, в океане, в водной среде начали бурно размножаться. Поскольку минеральных веществ для их развития было достаточно много. И продуцировали кислород как побочный продукт в своей жизнедеятельности. С появлением реликтовых лесов количество кислорода в атмосфере увеличилось в миллионы раз. В итоге появились условия для возникновения более сложной жизни. Рыб, птиц, млекопитающих и в итоге людей. Из всех планет земной группы те же процессы активно шли и на Марсе. Раз они шли на Марсе, значит там тоже была жизнь. Значит там тоже был процесс фотосинтеза. Этот неоспоримый факт породил немало красивых и фантастических теорий. Согласно одной из них, эволюция жизни на двух планетах началась одновременно. На Земле жизнь существует 3,5 миллиарда лет. Но в течение 3 миллиардов лет жизнь на Земле практически не эволюционировала. А переход от крокодила к человеку произошел всего в интервале 120 миллионов лет. Это ничтожный короткий срок. Поэтому я хочу сказать, что если бы на Марсе были благоприятные условия, то эволюция жизни могла идти гораздо более быстрыми темпами, чем на Земле. В итоге путь от одноклеточных водорослей до освоения космоса марсианами был пройден гораздо быстрее. Около 40 тысяч лет назад цивилизация Марса стала посещать Землю и напрямую влиять на развитие видов. Только этим можно объяснить практически мгновенный скачок от звероподобного первобытного неандертальца к современному кроманьонцу. Человеку разумному, внешний вид которого за последние 40 тысяч лет практически не изменился. Вдруг 40 тысяч лет назад появился кроманьонец. Откуда он взялся? Это большая загадка для современной науки. Значит, кто-то 40 тысяч лет назад мог создать искусственно этот вид на базе существующих этого генома неандертальца. Могли с помощью генной инженерии быть созданы другие формы жизни и виды. И вот, скорее всего, те, кого мы считаем богами или цивилизациями более высокого порядка, искусственно создали кроманьонца. Возможно, марсиане знали о грядущей катастрофе. По соседству с их планетой находится пояс астероидов. Миллиарды космических глыб периодически сталкиваются и меняют траекторию движения. Рано или поздно одна из них должна была угодить в планету. Это вынудило марсиан заранее готовить плацдарм для продолжения жизни на соседней земле. Археологи не могут объяснить, как больше 10 тысяч лет назад были построены сооружения в перуанских горах. Эксперты заявляют, такие технологии обработки камня недоступны даже современному человечеству. Вопрос о наличии на Земле и на Марсе одинаковых архитектурных сооружений, по-моему, уже ни у кого не вызывает никаких сомнений. Структура, примерное число, локализация определенных районов, таких конструкций, как, например, пирамиды в Гизе или там мексиканские, перуанские пирамиды. И пирамиды на Марсе, конечно, поврежденные, там и так далее, но их соотношение, их направленности на части света и так далее, совершенно идентичны. Сходство некоторых фотографий Марса со странными развалинами в горах Перу случайным назвать сложно. На снимках явно видны развалины древних городов и крепостных стен. Вот так выглядят следы древнего сельского хозяйства в горах Перу. Индейцы высаживали растения на ступенчатых террасах. А это фотография с Марса. Фотографии, которые получены с американских спутников, марсоходов и так далее, частично выделили действительно интересные камни. Или какие-то отдельно стоящие объекты. Вот женщина, вот череп лежит и так далее. Причем точность этих фотографий достаточно высока. Разрешение хорошее. Лежат они как бы вот совсем как бы в пустыне. Рядом нет никаких геологических структур, которые бы вроде бы могли бы выявить, так сказать, как бы природное их происхождение. Вряд ли можно представить, что сами собой возникли на Красной планете и вот такие крепостные стены. Четкие линии и симметрия говорят о рукотворном происхождении объектов. Большое недоумение у исследователей вызывают и эти огромные кольчатые образования. Полупрозрачные трубы диаметром до 18 метров уложены в углубление под слоем почвы. Трубопроводы имеют арочные опоры белого цвета, установленные сверху труб на одинаковом расстоянии друг от друга. Это уже не микроскопические камушки там какие-то, это приличные там десятками, сотнями метров измеряемые объекты. Вот этот железнодорожный вокзал так называемый, то есть структура, напоминающая некую пунктирную такую линию с какими-то странными постройками. То есть отойдя от этих мелких объектов, придя к, так сказать, средним объектам, загадок очень много. И все-таки такие фотографии единичны. А спутники и марсоходы НАСА сделали уже миллионы фотографий. Сторонников теории марсианской цивилизации это заставляет говорить о том, что главные доказательства от нас скрывают. Противники этой теории приводят свои аргументы. Если бы Марс прошел бы вот эту фазу бурного развития жизни, и потом случилось какое-то несчастье, астероид, взрыв, холодная зима, несколько лет, все погибло. Природная среда сохранила бы признаки присутствия вот этой активной биологической активности. Не говоря уже о разумной жизни. Разумная жизнь все-таки, она очень сильно меняет природную среду. И если где-то была свалка, то через много-много-много миллионов лет эта свалка все еще будет оставаться и показывать присутствие там тех организмов, которые эту свалку устроят. Кандидат физико-математических наук Александр Хазен больше 30 лет руководил научно-исследовательской лабораторией Института механики МГУ. Он убежден. Ученые недооценивают масштабы марсианской катастрофы. Доказательства – достоверные фотографии Марса. Это кратер Эллада в южном полушарии планеты. Кратер Эллада имеет 8 километров глубины. Видите, выбросы явно как от удара. Вот, значит, средняя зона где. Видите, какое кольцо выбросов. И это совершенно уникальный кратер. Диаметр кратера – это расстояние от Москвы до Новосибирска. Ученый обратил внимание. Ровно напротив кратера Эллада, в северном полушарии Марса, возвышается вулкан Олимпус. Его высота – 27 километров. Хазен попробовал установить связь между появлением двух феноменов. Для этого он применил хорошо известные военным принципы баллистики. Методы расчета здесь следующие. Значит, дело в том, что задача об отколе – это классическая задача. Она не требует никакой, так сказать, никаких открытий. Это классическая задача, которая решается для брони, значит, во всех вариантах, какие хотите. В 1970 году Пентагон сообщил, что советские военные разработали танковую броню, которую не могут пробить боеприпасы НАТО. Американцы начали поиски материала для снарядов с большей плотностью. После тестирования различных металлов исследователи остановили выбор на обедненном уране. Радиоактивность этого материала ниже, чем у природной руды, а плотность в несколько раз выше стали. Снаряды такой плотности не могли пробить броню, но убивали все живое внутри танка. Причиной становилась так называемая обратная волна. Волна бежит по этому самому, по броне, отражается от свободной поверхности и идет назад. Так вот, в момент отражения возникают напряжения, настолько большие, если волна интенсивная, что они отрывают куски металла. И танк, броня танка не пробита, а внутри все уничтожено, потому что там осколки... Вот это явление называется откол. Вот так выглядит графика попадания снаряда в броню. Ударная волна распространяется вглубь толстого металла. На выходе образуется обратная волна. В результате внутренний кусок брони отрывается и превращает в кашу все внутри танка. То же самое произошло на Марсе. Бежит волна, значит, она не успевает даже, только начинается выплескивание океана, тут она отражается, возвращается обратно. Значит, все это выплескивание разбивается. Понимаете? Значит, там, на противоположной стороне, выпячивается эта гора. Я вам сейчас покажу. Ученые рассчитали компьютерную модель столкновения Марса с астероидом. Сначала на горизонте появился небольшой светящийся объект. Вскоре свет от него стал ярче Солнца. После этого в небе раздался ужасающий грохот. Черные глыбы массой в сотни миллионов тонн обрушились на зеленую поверхность планеты. От страшных ударов поверхность Марса раскалилась. Океаны закипели. Кислород вступил в реакцию с брызгами металла. Атмосфера превратилась в плазму и была сброшена в космос. А из недр планеты поднялись десятки вулканов. На поверхность Марса после извержения вулканов обрушились кислотные, видимо, дожди, которые привели к формированию вот этих многочисленных рек, в которых, видимо, текла кислотная вода, типа серной кислоты, разной степени концентрации. От поднятой пыли Марс на несколько лет погрузился во тьму. Температура понизилась до минус 130 градусов. Когда пыль осела, на планете не осталось даже признаков жизни. 15 февраля 2013 года эти кадры обошли весь мир. Случившееся в небе Челябинска космическое событие принесло немало бед жителям этого города. Но разбитые стекла, стены и раны примерно тысяч жителей – лишь ничтожное бытовое происшествие. В этот же день рядом с нашей планетой пронеслась настоящая смерть. Астероид 2012 DA14 весом в 130 тысяч тонн прошел в 27 тысячах километрах от Земли. Это в 60 раз ближе Луны. С точки зрения космоса – миллиметры. Летел с нормальной такой скоростью, порядка 25-30 километров в секунду. Если бы он достиг, значит, атмосферы Земли, в зависимости от той траектории, которую бы он получил, траектория снижения, то есть от угла атаки, условно говоря, ну, при плохом раскладе, наверное, средний город он бы снес точно до основания, если бы упал на него. Ученые подсчитали. Такой удар превзошел бы взрыв бомбы, сброшенной на Хиросиму в тысячу раз. В истории нашей планеты такие катастрофы случались неоднократно. На Земле существует до сих пор порядка шести кратеров совершенно таких, однозначно, которые, значит, не разрушены, их можно вот понаблюдать, их можно измерять, от шести гигантских катастроф, одна из которых уничтожила, например, динозавров и 70% всего живого, так сказать, на Земле. Одно из доказательств – залежи природных алмазов и кемберлитовые трубки в Якутии. Для их образования потребовалось давление и температура, которые могут возникнуть только при падении большого астероида. Мы можем говорить однозначно, что Земля неоднократно подвергалась таким атакам. Но хорошо, если она подвергалась атакам, которых мы не знаем или которые не оставили последствия. Вот в 1972 году, совсем недавно, к нам подлетело тело, которое, слава богу, благодаря тому, что летело по пологой траектории, в районе Канады отскочило от атмосферы и ушло обратно в космос, то есть не ударило по Земле. Но вот это вот был бы удар, который примерно, там, сто раз был бы сильнее, там, Тунгусского. В 1972-м этот астероид чуть не привел к ядерной войне. Системы раннего предупреждения о ракетном нападении США приняли космического пришельца за ракету, выпущенную с территории СССР. Когда астероид изменил траекторию и отскочил от атмосферы, американцы уже разворачивали свои ракеты для ответного удара. Сегодня астероидная угроза заставляет наводить ракеты в космос и тратить миллиарды долларов на разработку систем защиты. Космический перехватчик ХАИФ с атомной бомбой на борту должен стартовать с Земли за 10 лет до возможного столкновения с астероидом. При подлёте, при подлёте этот аппарат выстреливает некий лидирующий аппарат, так он называется, который, попадая в этот астероид, тоже что-то там взрывает, кумулятивно, и делает маленький туннельчик, норку такую, метров 6 глубины. И уже идущий следом боевой блок с ядерным зарядом, попадая вот в эту норку, взрываясь там, приводит к следующему эфиру. Оказывается, если те 300 килотонн, которые реально можно запустить в космос, взрываются на глубине всего 6 метров, и сект получается на поверхности, как от взрыва, 6-ти мегатонной бомбы. После этого, по расчётам учёных, астероид будет разрушен. Большинство обломков разойдутся в стороны, уйдут с опасных траекторий и не будут представлять серьёзные опасности для нашей планеты. Свою систему защиты от астероидов предлагают и в российском государственном ракетном центре имени Макеева. Вернее, аппараты двух категорий. Первый – это просто разведчик, вот это вот КАИСа, который заранее запускается в опасный, как сказать, район, ну и производит там дежурство такое. Он выстраивается по траектории потенциального астероида, сопровождает как-то на каком-то расстоянии, наводит на него вот этих уже капкан, эту вот эскадрилью, эту наводит на него. Однако у всех земных систем астероидной защиты есть существенные недостатки. По расчётам, они способны справиться с астероидом размером не более 300 метров. С глыбами в несколько километров, вроде тех, что уничтожили жизнь на Марсе или привели к вымиранию динозавров на Земле, такие системы ничего поделать не смогут. Система предварительного расчёта траекторий астероидов также несовершенна. Тот же 2012 DA14 был обнаружен всего за год до подлёта к Земле. А стартовать для перехвата убийцы надо минимум за 10 лет. Землянам нужен запасной плацдарм для жизни. Мы сейчас очень сильно переживаем, что мы отравляем нашу экологию. Но за такие же характерные времена, действуя целенаправленно и разумно, можно менять природную среду и на Марсе. За те же самые характерные времена, за которые мы, в принципе, можем разрушить свою природную среду на Земле. То есть, в принципе, повысить там давление атмосферы, сделать её, так сказать, более пригодной для какой-то первой примитивной жизни, запустить эту первую примитивную жизнь, которая тут же начнёт подкачивать кислород и так далее, и так далее. В принципе, это возможный будущий проект масштаба всей цивилизации, который очень может быть в конечном итоге цивилизацию спасёт. Марс. Единственный вариант. Сегодня существуют вполне реалистичные проекты возрождения жизни на этой планете. Один из них связан с обнаружением на полюсах Марса шапок из твёрдой углекислоты. Это же происходит ежегодно, когда в северном полушарии наступает весна, большие количества углекислого газа в результате разогрева полярной шапки, а температуру, вы знаете, ну, мороженщицы использовали этот сухой лёд, да? В результате его таяния резко повышается температура и давление в этой части, и перенос огромных количеств углекислого газа вызывает появление, например, пылевых бурь или, скажем, местных очень сильных ветров. Такую вещь можно использовать. Получившаяся в итоге углекислотная атмосфера запустит несколько саморегулирующихся механизмов. Парниковый эффект станет постепенно отогревать планету и насыщать атмосферу парами воды. Появится фильтр от смертельной солнечной радиации и ультрафиолетового излучения. А значит, условия для жизни. Повысится температура поверхности, возникнет новая атмосфера с повышенным содержанием углекислого газа и воды, появится парниковый эффект. Ну, значит, вот, не знаю, как насчёт того, что яблони будут свисти, но условия можно создать благоприятные для существования жизни. С конца 50-х годов сверхдержавы стали разрабатывать планы покорения соседней планеты. Колонизация Марса в Советском Союзе находилась под грифом «Секретно». Во главе марсианской программы стоял главный ракетный конструктор СССР Сергей Павлович Королёв. Королёв мечтал о Марсе. Это он сам пишет, кстати, в своей книжке. О Марсе мечтал о Королёв. Он добился, Королёв, добился выхода постановления правительства, которые фактически поручали ему заняться межпланетными делами. Согласно документам, полёт человека на околоземную орбиту был только первым шагом. Ракетостроителям поручалось создать технику для перелёта между планетами и инопланетной базой. Идея покорения Марса для советского правительства не была политической аферой. В девятом отделе ОКБ-1 начинается разработка тяжёлого межпланетного корабля. 1962 году над проектом трудятся тысячи инженеров, сотни конструкторских бюро и промышленных предприятий. Я приступил к проекту марсианскому. Значит, четыре человека, облётному проекту Марса, четыре человека на большом космическом корабле. Общий вес его был где-то около 170 тонн. Корабль вначале собирался на стартовой орбиты вокруг Земли. Для вывода на орбиту модулей межпланетного корабля была сконструирована самая большая в истории Земли ракета. Царь ракета. Именно так между собой участники проекта называли космический корабль «Н-1». Его высота сравнима с 25-этажным небоскрёбом. За один запуск ракета могла вывести в космос 90 тонн полезного груза. В 60-х годах Владимир Бугров по поручению Королёва занимался разработкой компоновки и расчётами веса модулей марсианского корабля. В 62-м году этот проект был утверждён. Проект, эскизный проект ракеты «Н-1». И в приложении к этому проекту был дополнен вот частично сам проект, сам марсианский проект. Этот плакат чудом сохранился до нашего времени. Владимир Бугров нарисовал его в 62-м. Здесь отражены все этапы межпланетной экспедиции на Марс. Ракетой «Н-1» на околоземную орбиту выводили 75-тонные блоки, составные части будущего экспедиционного комплекса. В составе этого экспедиционного комплекса был в первую очередь тяжёлый межпланетный корабль. Это, собственно, модуль орбитальный, в котором экипаж должен был осуществлять полёт к Марсу по его орбите, по орбите его спутника, и возвращаться обратно. На космодроме «Байконур» строился целый завод и монтажно-испытательный комплекс. Габариты деталей исключали возможность доставки с других заводов СССР. Масса ракеты была такова, что для её транспортировки к месту пуска потребовалось строительство сразу двух параллельных железных дорог. В подземных бункерах сотни километров коммуникаций, собственная электростанция, пункт управления запуском и масса служебных помещений. Царь-ракету запускали с поистине царским размахом. Главной проблемой оставалось, как космонавты смогут перенести многомесячный полёт. Тогда Королёв решил выйти в правительство и предложить создать новый институт. Институт космической биологии и медицины. И для этой цели выделили помещение киностудии на Хорошевке. Королёв лично назначает Адамовича главным конструктором и заместителем директора в новый институт. Адамович создаёт коллектив из тысячи специалистов. Главная задача – создание систем жизнеобеспечения длительного межпланетного перелёта. Системы, которые делают кислород, удаляют углекислоту – это же колоссальная штука. Поэтому главную задачу института было поставлено определиться, какие системы жизнеобеспечения нужны. Вторая задача – исследовать, как в условиях этих систем может ли человек длительное время вынести вот такой длительный космический полёт. Единственный аргумент, который Сергей Королёв не учёл в марсианском проекте – это политика. После первого полёта Гагарина США запустили глобальный проект высадки человека на Луну. В 1963 году президент Кеннеди предложил советскому лидеру объединить усилия. Идею космического моста поддержали ведущие конструкторы СССР. В ответ прозвучала знаменитая на весь мир фраза Хрущёва – «Луну американцам не отдавать». В 1964 году, в августе, 3 августа, вышло постановление правительства, которое обязывало Сергею Павловичу заняться экспедицией на Луну. Королёв протестовал, но генеральный секретарь ЦК КПСС был непреклонен. К 50-летию советской власти осенью 1967 года надо вновь обогнать американцев. Облететь вокруг Луны, а через год высадить на спутник первого советского человека. В ОКБ-1 началась глобальная перестройка. Но мечту о Марсе Королёв не оставил. Был создан 93-й отдел, и этому отделу была поручена разработка лунной экспедиции. Но кроме этого, был создан ещё 92-й отдел, и этому отделу была поручена разработка как раз вот макета межпланетного корабля для вот этих испытаний. И Сергей Павлович и создал этот отдел для того, чтобы обеспечить необходимую материальную часть для института, который и создан был по его инициативе для разработки именно длительных, именно межпланетных, а никаких не лунных полётов. Пока на Байконуре царь ракеты Н-1 срочно переделывают под лунный проект, в Институте медико-биологических проблем продолжаются эксперименты по межпланетным перелётам. В Большом ангаре бывшей киностудии сооружается макет тяжёлого межпланетного корабля. Цель — отработка замкнутых систем жизнеобеспечения во время длительного межпланетного перелёта. Один из участников того эксперимента — Герман Мановцев. Вместе с двумя товарищами он год прожил в герметичном помещении этой экспериментальной установки. Система регенерации кислорода, воды и очистки атмосферы. В идеале все хотели бы создать полностью замкнутый цикл, который бы позволил бы являлся бы кусочком земли и позволил бы совершить полный круговорот веществ. Испытателей трое. Герман Мановцев, Андрей Башко, Борис Улыбышев. Эти фамилии навсегда останутся в истории. Они первыми испытали то, что ещё предстоит узнать покорителям Марса. 5 ноября 1967 года за ними закрылась герметичная дверь. Впервые в истории учёные наблюдают за людьми, вынужденными провести год в замкнутом пространстве среди приборов. Сидеть вот в таком объёме очень тяжело, конечно. Коллектив, где всегда двое как-то больше дружат, один остаётся в относительном одиночестве. Причём это может скользить по тройке. Экипаж должен поддерживать замкнутый цикл существования. Следить за работой регенерационных приборов, собственным здоровьем и оранжереей. Растения очищают воздух и служат единственным источником витаминов. Снаружи моделируются экстремальные ситуации. Серьёзным испытанием становятся перепады температуры и колебания концентрации кислорода. И тогда участники эксперимента решают воспользоваться единственной брешью в герметичном пространстве. Система была полностью автономным за исключением канализации. То есть только твёрдые отходы жизнедеятельности поступали в канализацию. Мы даже не знали, что с ними делать. Хотя была целая лаборатория, которая занималась этим делом. Эта особенность конструкции экспериментального межпланетного корабля позволяла подопытным идти на хитрость. Нам, честно говоря, ограничили воду питьевую до двух литров. А при жаре это всё-таки мабабата. Надо больше пить. Но мы тут нарушили эксперимент. У нас помещение осу было самым обычным. И в сливном бочке была чистая, великолепная холодная вода, которую мы добавляли. Так что мы нарушали некоторые условия. Ещё одна проблема психологическая. Через полгода существования в замкнутом пространстве испытатели друг друга ненавидят. Зафиксирован эпизод, когда для выяснения отношений используется шахматная доска и другие подручные предметы. Итоги эксперимента. подтверждение работоспособности систем регенерации кислорода и воды, необходимость в оранжерее и тщательный подбор кандидатов на межпланетный перелёт. И ещё за год жизни в изолированном пространстве организмы участников эксперимента лишились иммунной защиты. Любой маломальский вирус теперь может оказаться для них смертельным. Нас как бы отшлилезовали на эту площадку. Нам пришлось держать небольшую речь и после этого нас на месяц изолировали. Результаты биологического эксперимента были важны как для марсианской так и для лунной экспедиции. С техникой было сложнее. Для полёта на Луну конструкцию царь-ракеты пришлось значительно переработать. Если для сборки марсианского корабля грузы надо было доставлять на орбиту, то теперь требовалось проделать гораздо больший путь. Потребовалась установка дополнительных двигателей, увеличение их мощности и как следствие снижение надёжности. Первый же запуск ракеты заканчивается неудачей. На высоте 12 километров ракета взорвалась. Причиной стал пожар в одном из двигателей. Повторный пуск состоялся через 5 месяцев. И этот пуск я наблюдал непосредственно визуально с расстояния где-то километра 3-4. А мы почему там находились? Ну мы схулиганили. Мы обозначая руководство от нашего предприятия обеспечили полностью эвакуацию всего личного состава с этой площадки. Ну а сами там так сказать остались. Поднявшись на 200 метров над стартовым столом ракета зависла в воздухе. Из-за разрушения насоса в одном из двигателей автоматика выдала команду на отключение всех остальных. Это была самая масштабная катастрофа в истории советского ракетостроения. Ракета опустилась на стартовый стол полностью ее разрушила и примерно в течение 30 секунд происходили непрерывные взрывы. И первый взрыв был такой силой что у меня даже вот так дернуло щеки когда я смотрел. В общем Голливуду не снилось такие вот картины. На разбор причин катастрофы и восстановление стартового стола ушло два года. После этого ракету еще два раза пытались вывести в космос. Все пуски закончились неудачно. Причиной снова стали недоработанные двигатели. Те самые количество и мощность которых пришлось увеличить из-за поспешной переориентации ракеты на Луну. Эти двигатели после того как они в 64 году были существенно переделаны форсированы они были применены через 4 с половиной года отработки. Это недопустимо короткий срок отработки. С тех пор прошло более 40 лет нет больше гениального конструктора Королева нет и ракет. Череда неудач и поспешных решений отложила момент освоения Марса. Сегодня мечты Сергея Павловича Королева о Марсе начинают сбываться. Его макет тяжелого межпланетного корабля одна из самых востребованных экспериментальных площадок в мире. Только секретов уже никаких нет. В 21 веке здесь моделируют полет к Красной планете и создание там земной базы. Самый масштабный из целой серии эксперимент Марс 500 завершился в ноябре 2011 шестеро добровольцев в течение 520 дней имитировали полет высадку на Марсе и возвращение на Землю. В дополнение к модулям 60-х годов в ангаре была даже воссоздана марсианская поверхность. Испытатели смогли ощутить реальную почву и испытать специально разработанные для марсианской поверхности скафандры. В виртуальном каньоне был даже проведен эксперимент по поиску жизни. В каньоне стояла автоматическая буровая установка куда эти космонавты должны были доехать на пилотируемом ровере обслужить ее забрать керны пород и вернуться на посадочную площадку загрузить материалы геологических исследований на борт взлетающего корабля то есть взлетной части корабля. в новом эксперименте медики от космоса установят как длительный перелет отразится на работоспособности межпланетных путешественников в ангаре имитирующем марсианскую поверхность появится настоящий марсоход мы поставили динамическую гидравлическую платформу трехстепенную на которой смонтировали три рабочих места предполагается что будущие экспедиции особенно посадочная часть они будут так трехчленные поскольку объемы наверное и энергетика не позволят больше отправлять людей на поверхность планеты и с помощью этой динамической платформы сделали большой экран и перенесли вот эти наши марсианские наработки на вот эту техническую основу поездка на марсоходе ничем не будет отличаться от реального путешествия по марсу опираясь на карты и фотографии НАСА уже смоделировано 100 квадратных километров поверхности в районе кратера Гусева с реально существующими на планете камнями разломами и перепадами высот это место считается наиболее приспособленным для приземления человека для чистоты эксперимента виртуальным марсоходом будут управлять настоящие опытные космонавты предполагается годичный полет на международной орбитальной космической станции где несколько членов экипажа будут летать целый год после того как они осуществят посадку они будут переброшены вот на подобный на этот или на подобный динамический стенд где в период адаптации будут выполнять сложные такие операторские работы управлять марсоходом управлять беспилотным ровером у которого есть манипулятор с помощью которого надо собирать образцы тем временем голландская компания марсуан уже объявила о начале строительства на красной планете обитаемой базой с 2016 по 2021 год туда будут отправлены модули со всем необходимым для жизни предварительную работу проделают роботы набор добровольцев для полета уже объявлен планируется отобрать двух мужчин и двух женщин на подготовку к переселению на соседнюю планету они должны будут потратить 8 лет отправка колонистов запланирована на 2023 год если все пройдет удачно земляне останутся на марсе навсегда солнечная система стала первым местом где ученые умы надеялись отыскать живые организмы с развитием науки удалось узнать что наиболее вероятной является жизнь на марсе сказания древности подкрепленные научными фактами и фото марса свидетельствуют о том что существование жизни за пределами земли возможно недавно аэрокосмическое агентство США НАСА опубликовало очередные сенсационные снимки сделанные марсоходом Киеросити на них можно разглядеть странное свечение будто бы вырывающееся из марсианских недр на поверхность астрономы считают что это явление носят естественный природный характер и является ничем иным как солнечными бликами отраженными от каменистой поверхности а энтузиасты поисков внеземной жизни припоминая странные огни и вспышки на красной планете наблюдаемые ранее настаивают что найдено очередное доказательство существования жизни на марсе после того как эксперты НАСА выдвинули версию о дефекте съемочной камеры известный уфолог Скотт Уоринг заявил о новой марсианской теории заговора по его мнению специалисты НАСА специально утаивают информацию обо всех необычных явлениях наблюдаемых марсианскими миссиями искажают данные и уничтожают информацию о марсианских артефактах и НЛО странное свечение зафиксированное на снимках далеко не первая известная нам марсианская аномалия здесь можно вспомнить лицо сфинкса или черепах игуан и даже самих марсиан а также марсианские каналы застывшие изображения которых отчетливо видны на поверхности Марса интерес к загадочной красной планете люди проявляли всегда позапрошлом столетии астрономы Джованни Скиапарелли Персиваль Лоуэлл и Эжен Антониади заявили что Марс весь покрыт каналами а в середине прошлого века ученые заметили странные сезонные изменения цвета марсианских каналов и серию редких вспышек на поверхности планеты к этому времени на земле наступила космическая эра и к Марсу устремились многочисленные автоматические межпланетные станции АМС снимки марсианской поверхности сделанные новейшей аппаратурой вызвали огромный интерес уфологов впервые увидевших тогда и пресловутое лицо сфинкса и фигуру сидящего гуманоида и монолит с пещерами первые же экспедиции АМС на Красную планету полностью развеяли миф о марсианских каналах оказалось что каменистая поверхность планеты почти вся покрыта кратерами цепочки которых совпадали с линиями каналов обозначенных на картах а то что принимали за оазисы на самом деле было более крупными кратерами кроме того были обнаружены гигантские каньоны с рифовыми долинами и извилистыми притоками напоминающими русло земных рек сегодня когда уже почти никто не верит в существование жизни на Марсе ученые ищут хотя бы какие-то признаки того что в далеком прошлом на Красной планете обитали разумные существа такая находка стала бы грандиозным успехом для мировой науки рассматривая марсианские снимки сделанные в прошлом году камерой Hi-Rise на борту многофункциональной автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter европейские уфологи обнаружили на двух кадрах нечто странное уфологи обнаружили на снимках Красной планеты вытекающую из ее недр черную субстанцию фонтаны темной жидкости забили когда на Марс упали несколько метеоритов ортодоксальные ученые из американского национального космического агентства не торопятся комментировать данные снимки вероятно у них нет никаких приемлемых объяснений этого феномена независимые исследователи и уфологи пока тоже в замешательстве поскольку происшедшее трудно истолковать даже если предположить наличие цивилизации спрятавшейся где-то в подземных городах или же присутствие инопланетян видимо это какое-то природное марсианское явление непонятное землянам даже тем кто много лет отдал серьезному изучению Красной планеты не говоря уже о любителях и просто любопытствующих сенсация из НАСА марсоход почуял на Марсе признаки жизни в Вашингтоне прошла пресс-конференция интерес к которой в НАСА начали подогревать за несколько дней мол расскажем нечто сенсационное о находках которые недавно сделал марсоход любопытства Curiosity Mars Rover специалисты американского космического агентства выполнили свое обещание собрав журналистов в своей штаб-квартире те конечно предполагали что речь пойдет о жизни на Марсе а о чем же еще и ученые наконец-то скажут нечто определенное однако на вопрос есть ли жизнь на Марсе ответ был уклончивым и не то чтобы да и не то чтобы нет как в старой советской песне сенсация же состояла в том что в пробах марсианского грунта марсоход любопытства обнаружил молекулы органических веществ а в атмосфере он унюхал метан косвенно и то и другое может свидетельствовать о чьей-то жизнедеятельности но бесспорным доказательством этого не является все выступившие на пресс-конференции ученые и администраторы НАСА были осторожны в оценках где рано радоваться но сами радовались заявляя что поиски марсианской жизни идут в правильном направлении и более значительные захватывающие дух открытия не за горами и так убедиться в реальности марсианских артефактов можно только с помощью детальных проб грунта сохранившего следы гипотетической марсианской цивилизации с течением времени многому находится вполне научное и естественное объяснение однако некоторые вопросы все равно остаются многие из них касаются органики марсианского происхождения вроде бы обнаруженный в пробах грунт в районе геологического обнажения залива Йеллоу-Найф забранный там материал по всем признакам похож на донные отложения древнего озера кстати время его жизни исследователи оценивают в тысячи лет то есть речь идет о длительном существовании на поверхности древнего Марса больших масс воды отныне это можно считать доказанным трудно сказать какими были существа населявшие Марс бактериями мхами или лишайниками но ясно одно впервые вне земли найдено место где когда-то могла реально существовать некая жизнь чем дальше углубляются марсианские миссии в песчаные дюны и каменистые плоскогорья красной планеты тем настойчивее звучат вопросы специалистов энтузиастов и уфологов как же разгадать тайну жизни а заодно и загадочных артефактов на поверхности красной планеты почему же до сих пор мы не встретили не только живых инопланетян но и их следов любой космонавт с определенным набором оборудования мог бы дать ответы на эти и многие другие накопившиеся вопросы но судя по всему люди еще не скоро высадятся на Марс пока же очередному марсоходу НАСА остается лишь фиксировать все новые и новые загадочные артефакты и феномены субтитры Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...